добрый день на библейский портал экзигет поступил вопрос что значит гордость жительская и какие бывают гордости но я понимаю что этот вопрос относится наверное к той части посланием не она богослова которое говорит что не любите мира не того что в мире кто любит мир в том нет любви очень ибо все в мире похоть плоти похоть отчей гордость житейская не есть от отца и от мира сего но я это вот если речь идет об этом то позволю себе так вот порассуждать есть понятия которые формулируются в этом мире как гордость на самом деле наверное правильнее было бы какое-то употребить другое литературное выражение когда вот человека гордость за родину первое место наконец-то на наша сбора по футболу заняла и мы гордимся своими футболистами гордимся самоотечеством мы можем гордиться своей там своим бойцами которые какие-то подвиги совершают но я думаю что это речь идет немножко о другом состоянии когда мы будучи патриотично устроенными людьми мы радуемся за за то что наше сообщество обладает какими тут можем гордиться тем что наш человек наш юрий гагарин полетел в космос первым человеком мы можем радоваться своими достижениями и этим это использовать где-то в диалогах как дополнительные бонусы к своему к своему изложению текста но но это не гордость я думаю что вопрос гордость житейская вы знаете у нас замечательно так устроен алфавит я думаю что богословское назначение алфавита если бы дети понимали его и дети изучали вот так как как раз изучали наши предки то у них бы многие вопросы разрешались сами собой последним буквой алфавита является буква какая буква я первая буква алфавита буква азм азм есть господь бог твой и когда человеке начинают путать первую букву с последней буквой гипертрофированная буква я она начинает сделать человеком такие процессы внутри которые приводят вот на на самом деле гордости которая называется житейская город житейская это все что от буквы я когда человек произносит букву я а потом следует предложение вот здесь начинается гордость если человек все явления обстоятельства отношения рассматривать с точки зрения буквы аз ну смысле как к этому отнесется бог то в конце концов получается более более верное правильное решение когда человек мир рассматривать с точки зрения буквы я то происходит то что происходит в современном мире мы я возвели настолько что теперь центром вселенной является не бог как запланировали даже исходя из нашего алфавита думали наши предки а центром мира является человек с его буквой я вот вот именно это состояние называется город житейская а все остальное ну просто может быть не подобрали правильного литературного термина хотя тоже имеет место быть аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а